Ну хорошо, давайте тогда начинать потихоньку. Давайте я напомню, что мы рассматривали интегрируемые системы, которые мы строили по колчанам, то есть по графам. Вершинам мы сопоставляли… Ну да, вот этим, собственно, на картинке изображены. Я побольше сделаю. Да, все статьи взяты из статьи Берштейна-Гавриленко-Маршаков 2018 года. Вот я номер привел, что в презентации есть. Ну, в принципе, это то же, что и в прошлый раз было. Значит, и рассматривался вот такой набор колчанок, по которым строились системы. Соответственно, каждой вершине сопоставлялась переменная y и t, и по матрице смежности этих графов мы строили полосоновую структуру. Хорошо, значит, дальше мы в прошлый раз выучили, что есть такие полосоновые инволюции для таких систем, которые называются мутациями. Они сопоставлялись… Это преобразование, которое делалось в какой-то вершине. То есть сопоставлялось… Ну да, вершине. И преобразовывало оно переменные следующим образом. С первой степени… Так, сейчас там где сигнум, а где? Ага. А, g, степень и псима, и g. Это у нас и равно g, а это и не равно g. И там преобразовывалось вместе с тем матрица смежности, то есть сам колчан, по сути. Ну, а вернее, ребра. Вот. Но тут формула есть в презентации. Она не важна. Важное геометрическое правило. Мы им всегда… Ну, во всех случаях мы на самом деле пользуемся таким мнемоническим правилом, что нам надо перевернуть стрелки в житой вершине и замкнуть цикл, возникшие при этом. Вот, замкнуть цикл – это значит для всех пар входящих-выходящих или выходящих-входящих ребер дорисовать ребро. Ну да, при том, что цикл, то есть входящие-выходящие ребра идут, ну, входят или выходят в мутирующую вершину. Вот. И в конце мы сформулировали такую теорему основную, которая… Ну, то есть основное утверждение статьи, насколько мне кажется. Ну, скажем, одной из, по крайней мере, что для всех каучунов из списка… Ну, список – это имеется в виду вот этот вот набор, который на картинке у нас. Ну, вот здесь есть такая ремарка, что кроме… Может быть… Ну, это зависит от определения того, что такое, по-видимому, дискретное уравнение Пенливе А8.1. Вот. Ну, это… Я не хотел бы сейчас подробно про это говорить. В общем, я не скажу особо ничего. Но вот есть некоторые исключения. Ну, как идейно, там не получается… Нету бесконечно… Нету симметрии бесконечного порядка, поэтому непонятно, что назвать потоком дискретного уравнения. Вот. Ну, значит, для всех каучунов из данного списка в группе симметрии… То есть, я сейчас напомню, что это такое. GQ мы ее обозначали. Содержится. Группа симметрии дискретного уравнения Пенливея. Да, я напомню, что GQ – это, соответственно, что такое? Это группа, которая получалась следующим образом. Мы брали для данного каучуна все возможные преобразования, которые порождались перестановками и мутациями. И дальше среди… Вот в этой большой группе выделяли подгруппу, которая сохраняет колчан, то есть, которая приводит матрицу смежную в тот же вид, матрицу смежности в тот же вид, что и был начальник. Вот. Мы смотрели это на примере А7.1 и А7.1''. Но насколько мне… По крайней мере, как мне кажется, было не очень понятно, ну, по крайней мере, из того примера, поскольку там система в каком-то смысле довольно простая относительно других, по крайней мере. Было не очень понятно, что такое вообще группа симметрии дискретного уравнения Пенливея. И здесь я хочу, собственно говоря, сделать такое пояснение к этому. То есть то, с чего мы начнем. У нас будет, я надеюсь, если успеем, две части. Вот. Первое – это такой более сложный пример, а второе – это про квантование что-то поговорить. Вот. Значит, пояснение такое, что во всех случаях фактически речь идет о группе… Ну, скажем так, почти. Иногда там бывают какие-то… Ну, могут возникать… Ну, хотя нет, давайте без почти, наверное, даже. Речь идет о группе… Об Афинной… О группе вейли. Ну, вот что почти в смысле, что она еще может быть расширена там несколькими элементами, но это не принципиально. Принципиально следующее. Вот. Будем ее обозначать W с крышечкой. Допишем EXT в смысле, что к ней добавлен еще некоторый конечный набор преобразований, который там… Ну, увидим, в общем, какой. Но важно, что известно, что эта группа всегда раскладывается вот в такую вещь – это полупрямое произведение обычной группы отражений, группы вейли, на решетку трансляции. Вот. Ну, P – это некоторая целочисленная решетка. Пока не очень важно, какая. Вот. И потоками дискретного уравнения в пенливе называют как раз-таки эту подгруппу. Вот. И… Но группой симметрии называют именно вот эту вещь. То есть именно в этом смысле у нас что происходит? У нас есть, с одной стороны, действительно набор потоков, но под группой симметрии мы понимаем, во-первых, набор потоков, а во-вторых, вот еще полупрямый, помноженный на W. То есть W – это такой способ их переставить, потому что это как бы заложено в смысле полупрямого произведения, потому что у нас просто по определению полупрямого произведения у нас сопряжение элементом W, оно поток переводит в какой-то другой поток. То есть, по сути, оно их просто переставляет, поскольку это какая-то что-то конечное… ну, какая-то решетка, то есть, конечно, порожденная Абелева группа. Вот. И… ну, вот да, такое пояснение. Вот. Сейчас мы это, собственно, и… Я хочу это показать более подробно на примере более сложном, чем был у нас. Это пример, который называется «Отряди». Сейчас более-менее понятно или… Не знаю, надо, наверное, кого-то контрольным слушателем назначить. Значит, кто хочет. Если никто не хочет, то, видимо, придется мне. Ну, хорошо, да, давайте. Тогда на Мишу возложим. Несите, несите свой крест. Да. Вот. Это вот такой колчан. Картинка, как всегда, из статьи. Вот. И давайте сначала начнем с ним как-то работать. Вот. Во-первых, мы заметим простые симметрии. Сейчас, Андрей, извини. А вот прежде вот такой вопрос. Я вроде бы ты что-то про это говорил в прошлый раз. Вот. А3.1 – это стандартное обозначение там для афинной алгебры Ли. Ну, или там для диаграммы Динкина какой-нибудь афинной. Не совсем здесь это… Ну, вот, да, в этом вопрос. Да. Насколько я знаю, конечно, я плохо это знаю, но насколько я понимаю, идея такая, что всегда есть одна и та же, как бы, диаграмма Динкина Е8, по-моему, один. Вот. И… Ну, в смысле, есть решетка, соответствующая ей. Решетка, наверное, кого? Ну, понятно, что либо весов, либо корней, либо ко весов, либо ко корней. Я уже точно не помню, у кого решетка, но суть в том, что она всегда разлагается на… Ну, вот, например, на А3.1 и на что-то ортогональное, насколько я знаю. Вот. И вот это что-то ортогональное оказывается вот нашей группой веяна, о которой идет речь. Может, немножко неясно это сказал. Ну, то есть, кто знает, тот знал я. Ну, не знаю, нет, лучше я не скажу. Ага, нет, ну, нельзя. Может, есть эксперты, в принципе. Мой вопрос был просто к тому, что откуда берется вот подобный страшный колчан? В том смысле, как к такому… Как вообще может жизнь привести к такому? А, вот жизнь как раз приводит к такому из, скорее, рассказа Коли, насколько я понимаю. То есть, вот, брали, собственно говоря, что там брали, вот, многоугольники Ньютона, вот, конкретно здесь взяли с одной внутренней точкой, вот, написали для них, вот, фейс… Насколько, вот сейчас я, надеюсь, не совру, граневые переменные. Вот, посчитали для них скобку Пуассона, вот, ну и началось, вот. Ну, да, будет так, исторически так и было, да. В том смысле, что скобка Пуассона сдается по такому колчану? Да. Нет, ну, по многоугольнику хотели, значит, нарисовали все многоугольники Ньютона, у которого есть одна внутренняя точка, по ним построили двудольный граф, по двудольному графу можно найти колчан, вот, как я объяснял, там, скобку Пуассона сосчитав между переменными соответствующими гранями, и получили, там, все колчаны по нововешной, кроме двух, таким образом. Вот, последние два угадали, наверное, как-то. Я, кажется, понял. Вот это вот, А3.1 – это название для дискретного уравнения Пенливе, которое получается. Вот, я могу попробовать сказать, ну, совсем-совсем исторически. То есть, сначала были билиниевые соотношения на того функции имени Миши Герштейна и Антона Щечкина, которые вот соответствовали этому самому пустому колчану с четырьмя вершинами. И это сильно напоминало кластерной алзебры. Ну, к этому можно было нарисовать колчану. Собственно, мы нарисовали, показали Маршакова, он сказал, «О, так это же ТОДА». Ну, а потом мы вот так стали смотреть, что получается для других многоугольников. И на самом деле это можно было сравнивать с тем, что известно про Пенливе, потому что какие-то такие облиниевые формулы по ТОУ-функции были написаны в разных японских статьях, довольно старых. Ну, и вот, в частности, для этого ЕСЕМА один, ну, в смысле, их по-другому надо называть. В общем, для тех двух, которые не получились, тоже соотношения с ТОУ-функциями были известны. И поэтому можно было угадать, какое колчан им соответствует. Ага, ну, вроде что что-то прояснилось. Спасибо всем. Хорошо, отлично, продолжаем тогда. Значит, простые симметрии, они, в принципе, почти видны. То есть нам надо посмотреть… Ну, простые имеется в виду, что если мы будем брать просто перестановки какие-нибудь. Вот можно заметить, что, например, 1 и 2 абсолютно одинаково соединяются вообще со всеми. То есть там для 7-8 входят в один ребра, и для 7-8 входят в два ребра. Для 3-4 выходят из два, и для 3-4 выходят из одного. Поэтому можно переставить 1 и 2. Аналогично можно… Я сейчас поясню, почему такие обозначения. Я думаю, что некоторые уже угадают. Аналогично для 5 и 6. И, ну, понятно, у нас все довольно очень симметрично. То есть еще можно 3-4 и 7-8. А это вы генератора для группы Велли пишете? Да, да. То есть, собственно, они окажутся ими, мы это чуть-чуть позже увидим. Вот. Дальше есть еще две таких симметрии. Одна – это, по сути, что сделать? Это взять и повернуть на 90 градусов. Вот. Она называется пи. Один, семь. Ну, видно, тут два цикла, и их оба надо повернуть. Значит, один, семь, пять, три. Пять, три. И восемь. Наверное, шесть. Ой. Нет. Да, шесть. Четыре, два. Вот. И еще есть одна симметрия с сигмой. Она немножко странная. Я сейчас вынужден сказать, что все это время держал под ковром одну еще вещь. Сейчас скажу, какую именно. На дзетта. Вот. Что такое дзетта? Дзетта – это такое специальное преобразование, которое принято по тем или иным причинам добавлять в список порождающих в нашей группе, которые действуют очень сложно. Она переводит y в минус первое и переворачивает стрелки. Сейчас, а это не мутации называются? Нет, мутации переворачивают… Мутации переворачивают y только в вершине, в которой мутируют, а в остальных они могут по-разному. Некоторые они вообще не трогают, некоторые они домножают на факторы. Вот сейчас я форму описал. Вот это вот. Вот. То есть мутация, она привязана к вершине, а y – это как бы такая мутация во всех вершинах сразу и вот без этой сложности. Ага, спасибо. Вот. Вот. Ну, дзетта, на самом деле, кроме как вот здесь нигде больше не появляется. То есть она как-то возникает в некоторых элементах. Вот. Ну да, ну что такое дзетта, по сути, это мы берем и, насколько я вижу, просто берем и отражаем вот относительно вот этой прямой. Но нам после этого надо еще перевернуть все стрелки как раз. Ну или до этого, например. Вот поскольку у нас все циклы, они развернутся. Вот. Но это простые симметрии. Теперь тут на самом деле есть еще сложные симметрии. То есть, ну, сложными я называю все, что содержит больше, чем одну мутацию. На самом деле даже одну. Это, во-первых, это вот такая. Ну, давайте мы одну проделываем. Ну, их две. Одну мы проделаем, а вторая очень похожая, и я ее оставлю как упражнение для заинтересованного слушателя. Вот. Это вот такая. Давайте на нее посмотрим. Сейчас я тут заготовил вот такую вот штуку. Давайте, чтобы, не знаю, свяжить, что ли, наше знание о мутациях, я буду, я чуть-чуть все-таки спрошу, вот что, что будет происходить при мутации в первой вершине. То есть, что тут будет. Вот. Ну. Ну. Так, ну, раз я контрольный слушатель, тогда давайте проверять мои воспоминания. Значит, что я помню? Надо обратить стрелки, которые имеют отношение к единице непосредственно. Да, то есть вот было 7 в 1, должно стать 1 в 7, и 1 в 3 станет 3 в 1. Да. Ага, да, 1 в 4, 1 в 8. Да, правильно. Так, теперь нам надо замыкать пути. Сейчас, вот надо вспомнить. У нас есть путь 1 в 7, 7 в 2. Нам нужны пути, у которых 1 посерединке. То есть, например, 4 в 1 в 8. Сейчас вот нужно вспомнить. Ага, 4, 1 в 8. И мы замыкаем. Сейчас. А почему не в другую сторону? Нам же нужно пить другую. Да, у нас будет другую. Я все время это путаю, извините, пожалуйста. У меня почему-то бизик какой-то на этом. Да, я сначала все время пишу не в ту сторону. Ага, вот есть 3 в 1, 1 в 7, 7 в 3. Нам нужно теперь нарисовать. 3, 1, 1 в 7, да, 7 в 3. Вот сюда. Сейчас, а вот, Андрей, вот можно вопрос? А вот у нас есть путь 2 в 4, 4 в 1, 1 в 8. А нам надо еще раз замыкнуть 8 в 2? Нет, нам не надо. Нам надо замыкать только такие циклы из трех вершин. А, то есть самые маленькие. Да. Ну, вроде так, вроде все. Ну, да, почти. То есть у нас есть 4 в 1, 1 в 8. Ну, а 3 в 1, 8. Например, да. Ой, да, спасибо. И, соответственно, из 8 в 3 надо замкнуть. И еще 4 в 1, 7 есть, да? Да, правильно. Значит, 4 в 1, 7 и 7 в 4 замыкаем. Я не очень аккуратно рисую, но надеюсь… Вот. Мораль ясна. Вот. Хорошо. Вот. Ну, теперь вот мю 5. Ой. Извините, у меня слетело. Давайте. Проделаем. Так, значит… Вот. Ну, в принципе, можно ожидать, если я сказал, что это симметрия, что у нас что-то лишнее посокращается. Давайте смотреть. Давайте сначала развернем стрелки. Вот. То есть… 4, 5. Ну, вроде да, видно, что вот те стрелки из 7 в 3, которые получились, они должны уйти. Да, у нас теперь как бы появляются вот в этом внутреннем квадратике, у нас, например, диагональ была, и вот снова как бы она же, но в другую сторону возникает. То есть 7, 5, 3 замыкается тем, что мы стираем эту диагональ. Ой, что-то он мне не дает. Ой, что я сделал? А, нет. Извините. Техническое. Вот. Так. Например. Вот. Аналогично есть, например… 8, 5, 3, который также убьет вот эту вот штуку. Сейчас, мы не как… Сейчас. Мы у нас… А, да, все, вижу, да, да, убьется, все. Вот, значит, и еще есть, например, 7, 5, 4, который тоже сократит вот эту кривую, такую стрелку из 7 в 4. И есть, что, 8, 5, 4, который сократит из 8 в 4. То есть, на самом деле, у нас вот ровно то, что хотелось, то и сократится. Но давайте обратим внимание, что у нас сейчас красный квадратик, вот по сравнению с начальной картинкой, красный квадратик и синий параллелепипед, они текут не в ту сторону, они текут против часовой стрелки. Вот, и чтобы это исправить, нам надо еще переставить 1,5. Ну, это видно, то есть, мы, по сути, мы отразим как бы относительно диагонали вот эти два четырехугольника, а другие это не затронет никак. Вот, и мы получим, в общем, то же, что и было в начале. Вот, ну, абсолютно аналогично. Вот, вообще, всем, все поверили, что это симметрия, что все, что можно радоваться. Ну, вроде видно, да. Ладно, хорошо. Теперь аналогично абсолютно пишется вторая симметрия, которая называется S3. Вот, 3,7. Еще есть, чтобы в правильном порядке это смотрим. Ну, 3 и 7. Вот, ну, то есть, тут видно, что эта картинка очень симметричная, то есть, это практически все то же самое, только надо на 90 градусов повернуть и перенумеровать. Вот, и все будет абсолютно так же проходить. Вот, но это упражнение, будем считать. Вот, теперь шаг, это был шаг номер 0. Теперь шаг номер 1. Мы помним, что, например, у нас на примере А7 один штрих, что у нас скобка полосона, она, в принципе-то, весьма вырождена была. То есть, у нас там было, сколько, 4 переменных, но 2 и 2 функции Казимира независимых. Вот, и, соответственно, скобка полосона имела ранг 2. Вот, и здесь, на самом деле, она еще более страшно вырождена, потому что она снова имеет, как бы, ранг 2, но Казимира в целых 6. Давайте найдем функции Казимира. Вот, для этого есть очень простое такое соображение. Давайте заметим, что пусть... Давайте это как-то заглавим. Предложение. Пусть И и Ж — это такая пара вершин. Такая что? Для любой третьей вершины, например, эпсилон К и... Ну что вы, давайте сначала плюс. Эпсилон КЖ равно 0. Ну что это значит? Это значит, что если из К-той вершины в И-тую идет ребро, то из Ж-той вершины в К-тую тоже идет ребро. Ну иными словами, то есть, сколько идет из К в И, столько же идет из Ж в К. Вот. Тогда И умножить на ИЖ — это функция Казимира. И очень похожее предложение, ну и вторая его часть. Если у нас Эпсилон К и прямо-таки равно Эпсилон КЖ, а не с минусом, тогда их отношение уже будет. Тоже функция Казимира. Почему так? Ну, на самом деле, прямой проверкой. То есть, например, давайте я первое проверю, а второе будет упражнением. Вот. Игрек И на ИЖ. Это что такое? Берем и полейбницу. Эпсилон К и на ИК ИГИ. Это я первое продифференцировал на ИЖ. Плюс Эпсилон КЖ на ИК ИГИ ИГЖ. Ой, сейчас. Я, наверное, не напомнил, какая у нас скобка, но, возможно, уже поздно. Давайте я на всякий случай напомню. Очень сильно извиняюсь, что поторопился здесь. Вот скобка по матрице смежности строилась так. Нет суммирования. Вот, по повторяющимся индексам. Вот, иначе это был бы ноль. Одно симметрично, другое анти. Вот. То есть, проще об этом думать, что скобка между алгоритмами она Эпсилон и Житая просто. Между алгоритмами этих перемен. Хорошо. Вот. Теперь должно быть понятно, что я на самом деле вот здесь продифференцировал сначала ИТУ, а здесь я продифференцировал ИЖ. Вот, ну и получилось что? Получилась ровно наша комбинация, которую мы и хотели замолить. Ну, на самом деле, даже, наверное, так можно сказать. Полно себе нормально. Значит, я спрошу так, а понятно ли всем, как тогда проверять второе? Ну, видимо, я отвечу за всех, что да. Ну, если кому-то непонятно, то говорите и... Вот. Вот. И теперь, пользуясь этим предложением, я хочу показать такую картинку, которая довольно явно показывает, кого стоит брать. Вот смотрите. Значит, здесь я... Сейчас я ее побольше сделаю, что, наверное, не очень видно. Вот. А вообще не размывается? А, ну ладно. Потому что я пишу нормально видно, ну? Может, покрупнее стоит? Да, да. Все очень хорошо видно. Ну, супер. Вот. Давайте заметим, что вот все эти вот оранжевые, назовем их так, группки переменных по 2, они обладают каким свойством? Например, вот 1 и 2. У нас для вершины 4 ровно по одному выходящему ребру, для вершины 3 по одному... Ну, вернее, входящему в 4 ребру, для вершины 3 тоже по одному входящему ребру от каждой. И для 7 по одному выходящему, для 8 по одному выходящему. Остальные с ним не связаны. Поэтому для них это свойство выполняется... Какое из этих двух получается? Вроде первое. вот эпсилон 8, 2. Аня, сейчас. Эпсилон 2, 8 плюс эпсилон 2, 4. Сейчас или нет? Мне кажется, что это... Нет, надо сравнивать 2, 8 и 2, 7, например. Ой, сейчас. 2 и 1, да? Ой, нет, 2 и 1, да. Эпсилон 2, 8 и эпсилон 1, 8, например. Да, я извиняюсь. Эпсилон 2, 8, эпсилон 1, 8, они равны, да? Да. То есть это второе условие. Да, то есть у нас второе условие, а аналогично фиолетовым, тут, может быть, меньше, ну, хуже это видно, но поверьте мне, что вот для тех, кого я обвел две группы фиолетовым, вот для них выполняется первое условие. То есть вот, например, возьмем 3,7, вот в 3 из 1 идет в 7 в обратную сторону, то есть из 7 в 1 идет. То есть из 1 в 3 следует из 7 в 1. Соответственно, аналогично, там из 3 в 5 следует из 5 в 7. Вот, поэтому из этого сразу выписываются функции Казимира. Сейчас сколько времени? Ага, так, значит, какие у нас тут будут? Значит, Y, сейчас я правильно, чтобы переписать, в смысле, что не взять их в минус 1. Вот. На Y4, ну, аналогично Y5 на Y6, и Y7 на Y8. 7, Y8. Вот, и 1, и 5. И 3,7. Хорошо. Вот. А теперь предлагается ввести, соответственно, какие-то более удобные координаты. И вот, опять же, опираясь, например, A7,1' более удобные координаты, ну, ну, в принципе, это даже, мне кажется, можно без комментариев, что более удобные координаты, это когда мы взяли кусок, как бы, функциями Казимира, а оставшиеся уже, на оставшихся уже невырожденная скобка. Вот. И предлагается взять вот такие. Значит, А0, это... Я, ну да, тут немножко некоторые, наверное, некоторый подбор под, там, то, чтобы дальше все получалось, был произведен авторами, я так понимаю. Хотя, может, они вообще из других соображений там искали все это. Вот. Но... Ну, вот эти формулы для Айдх, то, чтобы можно было сравнить с тем, как литература тут написана. Ну, в смысле, что я имею в виду, а функции Казимирова вы из ну, из таких же соображений искали или из каких-то других? Нет, в смысле, вообще, кто Казимир, просто глядя на Калчан. Ну, из таких соображений про количество стрелочек. А, да. Да, вот я про это посижу. Я думаю, может, это тоже из истории про многоугольники следует. Мало ли? Вот. И из истории про многоугольники оно тоже следует. Коля, наверное, или сказал, или скажет еще. В смысле, Казимир связанная с зигзагами на димерной решетке. Что-то такое, кажется. извините, немножко скучно, наверное, но я их один раз выпишу, а дальше мы их будем просто брать отсюда. И G там есть 4. Ну, на то, что там какие-то комбинации из Казимиров сейчас можно не смотреть, потому что с точки зрения скобки F и G. А лучше G и F. Чтобы со знаком все было хорошо. У нас важно только то, какая скобка между Y7 и Y5, потому что по правилу Лебедца мы Казимир можем просто выносить. Поскольку она вегарифмически постоянная, у нас те же Y7 и Y5 останутся просто с каким-то эпсилом. и ответ такой, что G умножить на F. Вели, значит, мы такие координаты, но теперь мы можем начать на них изучать действия преобразования наших S. Как заметили, это окажутся отражения из элемента группы V. И теперь вот такое утверждение, я написал там как предложение, но давайте утверждение, которое, по-моему, наверное, лучше всего проясняет, что имелось в виду под группой симметрии. Это что если мы возьмем, ну, то есть проверяется оно, я сразу скажу, прямым вычислением, например, но поскольку тут этих S-ов сколько штук? Штук 6, вот, я это, например, проделывал не руками на машине, но они все довольно простые, то есть можно даже почти устно каждое проверять, просто их сильно не одно. Вот, но утверждение, которым легко поверить, что можно проверить, назовем это так, что если мы будем действовать S-итом, который у нас там записывался, либо как перестановка, либо как мутация, S-итой здесь, а действуем мы на, например, Казимир, вот, то у нас будет следующее, J-итая на A-итая в степени минус C и J-итая, где C и J-итая это матрица Картана. Матрица Картана диаграммы D5-1. Давайте я ее нарисую здесь. А, или она у меня, наверное, заготовлена. нет, не заготовлена. Нарисуем. Вот, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, я не знаю, насколько надо пояснять, ну, как, собственно, по диаграмме, например, построить матрицу Картана, и как в диаграмме шифруются коммутационные соотношения. Ну, давайте я поясню. во-первых, я выпишу просто матрицу Картана, чтобы на нее можно было постоянно смотреть. Ну, в общем-то, 0, 0, ой, сейчас-то я не прав. Минус 1, минус 1, 0, вот, значит, как, да, ну, я думаю, что все слышали, что, вот, что-то про группы отражений, вот, и как по, как по диаграмме Денкина восстановить соответствующую группу отражений, вот, во-первых, взять набор порождающих и сыты здесь и бежит по вершинам от нуля до пяти, вот, наложить условия инвалютивности, вот, а еще в зависимости от числа ребер, но здесь, поскольку ребра только, ну, простые, однократные, условно, то каждое ребро оно шифрует следующее соотношение, такое называется соотношение типа кос, вот, или для инвалютивных элементов это эквивалентно вот такому, соответственно, да, и аналогично можно видеть, что по диаграмме можно и матрицу картану постанавливать и обратно, то есть у нас каждое ребро, оно здесь шифрует минус единичку, а на диагонали двойки, просто по определению условно. Вот, значит, давайте такое совсем все, по-моему, проясняющее замечание. Давайте рассмотрим такое пространство V, которое порождено элементами логарифмов Казимиров. Вот, тогда спрашивается, а как действуют S и T? Вот, тогда S и T, а J и T это что такое? Давайте возьмем вот логарифм у этой формулы. Значит, это, да, я, кстати, хочу обратить внимание, что, например, при i равном J эта формула перетекает в A и T в минус 1. Вот, значит, у нас будет логарифм минус C и T G на логарифм A и T. Но давайте еще вспомним такой смысл матрицы Картана, что я сейчас, надеюсь, не проврусь с перестановкой и J что если мы посмотрим на систему корней исходную, я надеюсь, не знаю, насколько нужно пояснять про систему корней, надеюсь, что все знают. Мы вроде не прорвемся, потому что у нас все равно всегда она как-то с простыми связями, да? Здесь она с простыми связями, поэтому она симметричная, матрица Картана в смысле симметричная. Ну, ну да, вот. Вот. И, соответственно, что это такое? Это логарифм A и T минус ну, сейчас, извините, чуть-чуть на логарифм A и T. Ну, и здесь можно узнать такую формулу, что если мы отрождествим наши логарифмы с корнями, то есть ведем на них просто скалерные произведения по сути, то это ровно что такое? Это отражение корня относительно другого. То есть мы на самом деле увидели, что наша группа симметрии Калчана она действует на пространстве натянутом на логарифмы операторов Казимира как группа отражений. Афинная группа веет. Вот. По этой части какие-то вопросы. Есть? Не знаю, может, какие-то символы пояснить? или мне вроде пока все понятно? Вроде понятно. Супер. Хорошо, вот. теперь я еще хочу сказать, что какой смысл имеют на самом деле, вот, еще мы строили такие симметрии sigma и пи. Sigma и пи имеют смысл расширения внешними автоморфизмами диаграмм группы вели. Вот. Я вроде это расписывал, но сейчас я что-то снова строгу. Не уверен в том, что сейчас правильно напишу, но... То есть, что это значит? Это значит, что у нас мы можем эти диаграммы как-то переводить в себя. Вот. И, по сути говоря, переставляя соответствующие отражения. То есть, иными словами, утверждение, которое я сейчас сделаю, это что, если мы возьмем Sigma или пи, начнем ими действовать сопряжениями на S-ит, то мы будем получать какие-то S-житы, которые получаются некоторым автоморфизмом графа, то есть, перестановка его вершины, ребер, которая переводит его в себя. вот. Ну вот. И, например, Sigma здесь действует так. Сейчас, я еще это перепроверю, что она правильно действует. Я вроде это вычислял, но в последний момент мне стало казаться, что что-то не так. Вот, значит, тут станет S-5, S-4, S-3, S-2, S-1, S-0. Вот, значит, ну, что это, по сути, такое, это мы сейчас я не пробрался, вроде. Это мы взяли вот эту диаграмму и повернули на 180 градусов вот сносительно такое. Вот, это Sigma. Понятно, что это элемент порядка 2, ну, с точки зрения вот этого действия сопряжения. Вот, ну, у Pi в принципе аналогичный смысл. Сейчас я его перерисую. S-4, S-5, S-4, S-4, S-5, S-4, 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 значит, что мы здесь сделали? Мы сделали здесь по сути все то же самое, только мы повернули сначала, а потом еще вот здесь вот перекрутили этот хвост, как бы у диаграммы, то есть S0, S-1 поменяли, и изменение в том, что получился элемент порядка 4, а не 2, например. То есть, если мы так еще раз сделаем, мы не придем сначала. Вот, ну, на самом деле, мне кажется, чуть проще все-таки на это смотреть так. Это вопрос выбора набора образующих, это то, что у нас здесь есть раз, одно перекручивание хвоста, другое, и такой разворот. Все это элементы порядка 2, но это вот сродни тому, что это, вернее, ровно то же самое, что и вот у квадрата у нас есть 2 симметрии относительно диагонали и, например, симметрии относительно середины ребра. А это один набор порождающих, а другой набор порождающих это одна симметрия, скажем, относительно диагонали и поворот на 90 градусов в какую-нибудь сторону. Вот это, ну, это все речь об одной и той же группе. Вот. Ну, вот авторы, например, придерживаются образующих сигма и пи. Некоторые придерживаются там трех элементов порядка 2. Такого типа. Вот. Ну, хорошо. Вот. Это про действие, про то, как устроены действия. теперь, теперь, что я хочу сказать. Я говорил о том, о том, что у нас вот эта вот наша расширенная группа вели, она раскладывается в, группа вели, она, как и, как и всегда, скажем так, раскладывается в обычную, что получается, V5, в обычную группу вели полупрямо на трансляции вдоль решетки, ну, решетки весов, в общем. Ну, это примерно, это, веса, это, по сути, это пространство, двойственное к корням. То есть, вот здесь вот, вот эта вот решетка таких весов, которые выдают целочисленные значения на решетке корней. Точнее, это называется Ковиса, но здесь все это одно и то же. Значит, вот такое утверждение, которое я, которое тоже следует из вот этой вот науки о том, как раскладывать, расширенную группу вели, которую я, к сожалению, вряд ли хорошо смогу, нет, не смогу никак объяснить, почему такой, ответ такой, но смогу, как бы, постфактум скорее указать на то, что он похож на то, что мы хотим увидеть. Вот, и хотим мы увидеть некоторую трансляцию, то есть, вот, какой-то элемент отсюда. Вот, предлагается взять такое. Значит, по Пи на Сигму на С3, С5 на С4 на С3, вот, дальше Сигму на Пи, на С2, на С0, на С1, на С2. Вот, выглядит страшно, но зато можно, опять же, я это проверял тоже на компьютере, увидеть, что на наши переменные он действует довольно приятно. А именно, А2 он домножает на Ку в степени одной четвертой. Да, кстати, важное утверждение, которое я не сказал, что вот все наши преобразования, на которые мы смотрели, они сохраняют букву Ку, то есть, произведение Y. В терминах А Ку можно записать так, это А0 на А1 на А2 в квадрате, А3 в квадрате. Вот, поскольку там все Ашки, они, какие-то дроби от Y, то довольно легко мне в этом поверить, что вот это Ку в одной четвертой. Вот. Ку в минус одной четвертой, А3, А4, А5. Вот, а на F и G оно действует интересно. Вот, я сейчас напишу, что такое F с верхней чертой и G с верхней чертой, но перед этим я хотел бы еще как-то помотивировать, почему это трансляция, вот. Ну, потому что натурально, если перейти к логарифмам от А, то это действительно трансляция. Казалось бы, с одной стороны можно сказать, что что-то здесь не так. Мы же все время действуем линейными преобразованиями на логарифмы, на линейную оболочку. И, казалось бы, Ку, вот, исходя из этого, Ку в одной четвертой это тоже какая-то, ну, когда мы перейдем к логарифмам, это будет прибавление какой-то линейной комбинации А же. Но штука в том, что вот это вот, как раз-таки ровно вот эта комбинация А, она сохраняется всеми нашими преобразованиями. Поэтому оказывается, что мы прибавляем что-то не линейное по логарифму, а какую-то константу. и на пространстве корней вот это вот ровно трансляция. Вот такая вот хитрая история. Вот, это мотивация к тому, что Т действительно имеет смысл трансляции. Лучше я, наверное, сказать сейчас не смогу. Вот. И сейчас последнее перед тем, как... Секундочку, трансляция у вас А два в одну сторону, а в третью в другую сторону. Да. Нужно, чтобы у нас вот это вот произведение, оно все-таки сохранялось. Вот, например. То есть А два и А три... Ну, это да, понятно. Но вот я смотрю на ваше преобразование. Трансляция такая, я бы ко всем добавил одно и то же. А то у вас тут в разные стороны константа идет. Трансляций... Ну, трансляций их как бы много. То есть тут они выбирают почему-то люди какую-то одну конкретную. И это ради бога, с этим я согласен. Ну, просто... Сейчас. Или я что-то... Не-не, но можно же сделать трансляцию на вектор там в двумерном пространстве один минус один. Который по... Ну да, который по А2 туда, а по А3 туда. Пардон, да, все, извините. Это у меня бзик. Я рад всем вопросам. Так что наоборот здорово, что мне кажется, это единственный способ что-то на самом деле прояснять. Вот. Значит, давайте теперь F и G напишем. Вот. На них есть такие уравнения, но по сути это выражение T от F и T от G. То есть с чертой я сразу напишу тут F. Сейчас я введу все, что тут напишу. ну или может быть сошлюсь куда-то. 5. G плюс B6. Ну и тут G. G плюс B8. Вот. А для G как бы надо писать в обратную сторону, как ни странно. G с нижней чертой это что такое? Это T в минус первой просто на G. То есть мы подействовали в обратную сторону и получили G с нижней чертой вот на последней позиции. Вот. Это определение G с нижней чертой. Это B3, B4. Ну и тут в общем очень похожая структура. F плюс B 1, F плюс B 2. Сейчас сколько у нас времени? Ага. Полчаса. Так. Сейчас, Андрей, извини. Вот. Я что-то потерялся. Кто такие B? Да, да. Я вот хочу сказать как раз, что B-E-T это маномы от аитых. Вот. Я не буду их от ажитых разных. Вот. Но я не буду их выписывать. То есть они не очень существенные, и я их всех написал вот в презентации, просто это 8 таких выражений, их немножко долго писать. Но они вот, я не знаю у них какого-то такого важного смысла, как минимум, потому что их можно еще там перескалировать. То есть. Сейчас. А вот F сверх не черточка и G с нижней. Можно еще раз? Кто это? по определению. F это то, что мы получили на седьмой позиции после того, как подействовали T, а G с нижней черточка это то, что мы получили на восьмой позиции после того, как подействовали T в минус петлю. можно думать опять же по аналогии с A7-1 у нас мы там переходили вот у нас были F и G, а мы перешли к таким F от Z, где Z Казимир и G от Z, и там умножали Z на что-то. Вот здесь это Z, оно такое пятимерное, ой, шестимерное, это вот эти все A. То есть, наверное, можно по аналогии думать про то, что у нас есть такие функции от этих Казимиров, которые с преобразованным аргументом записываются вот так. Вот, такая аналогия. Ну, вроде стало чуть понятнее, спасибо. Вот, ну, последнее замечание, которое я вот по этой части скажу, но не напишу, это то, что на самом деле вот это вот, ну да, во-первых, это называется уравнением к пенливе 6. Вот. И у него действительно есть некоторый скейлинговый предел в обычной пенливе 6, но вот, к сожалению, я его, наверное, я его, нет, точно я его не расскажу, вот, но я могу дать ссылку, вот, то, что я пытался разобрать, но, честно, не разобрался. Вот, это статья джимба сакайи, вот такая статья, вот, ну, идейно, что они делают, там, они, ну, начинают, скажем так, они с задачи монодромии, но такой хитрый, когда мы вместо вспомогательной линейной системы берем вот тоже такой, типа, ку-разностного уравнения, ну, кому интересно, вот, я рекомендую, наверное, смотреть там, это лучше, я источников не нашел, но и в этом смог разобраться до конца, тем более, было бы долго это рассказывать. А, сейчас, можно, сейчас, чтобы понять, вот, у нас есть два уравнения, на f и g, да, условно говоря, ну, так, если бы они были как-то там проще, можно было бы, например, из первого там как-то f через g выразить, подставить у второго, получилось бы что-то невероятно сложное, да? да. А, а здесь просто вот так вот в виде системы оставляем. Да, то есть, ну, да, по аналогии здесь как бы система из двух уравнений первого порядка, можно было бы пытаться перейти к системе из одного уравнения второго порядка, там было бы только f, f с верхней черточкой и f с нижней черточкой. Вот. А, то есть как бы f с верхней черточкой, это, условно говоря, мы сдвинулись вперед, и оно выражается через то, как мы там были до этого, да? На шаг, на один и на два шага назад, да. Ага, а вот второй шаг назад, наверное, там из-за того, что g с нижней черточкой или что-нибудь подобное, да? Ну, второй шаг назад появится, когда мы g будем исключать, то есть вот тут вот есть g, например. Ну, вроде да, вроде понятно. Вот. Ну, и это по аналогии, вот, например, пенливе 6, оно как раз тоже второго порядка, но вот, например, джимбы сакай, они получают систему эквивалентную, пенливе двух уравнений первого порядка, вот, из чего-то похожего на это. Вот. И там уже дальше работают. Ну, ладно. Это такой, из разряда, что там в ответах. Вот, следующий раздел, вот я, если честно, даже не знаю, начинать ли за полчаса, но давайте попробуем. Вот. Ну, вот по этой части у меня все, про такой более сложный пример группы симметрий. Вот я изложу. Сейчас, а можно еще спросить, Андрей? Да, конечно. Откуда вообще берется здесь термин пенливе? Вот только из того, что есть предельная процедура к обычному, ну, к непрерывному пенливе, потому что пенливе предполагает какое-то специальное поведение, да? Ну, да. А здесь что? Что взамен мы имеем вот от этих эрфов? Про сингулярности в дискретном случае ничего не скажешь? Ничего. Там есть такое понятие, как сингулярность и конференмент. Это, насколько я знаю, следующее, что если мы подберем начальное условие так, чтобы в какой-то момент это уравнение влетало в сингулярность, то, ну, и рассмотрим такие начальные условия, которые там совсем чуть-чуть отличаются от тех, когда мы попадаем в сингулярность, то картинка дискретной эволюции будет такая, что у нас на каком-то шаге возникает сингулярность, переменные ведут себя как один на эпсилон в какой-то степени, а после этого через сколько-то шагов опять устанавливается регулярное поведение. Это аналог свойства PNLV для дискретных систем. Ну, лучше я точно ничего не скажу. Ну, да, ну, только сошлись. В общем, надо понять, почему это аналог. Ну, ладно, хорошо, но чего-то есть, да. Ну, вот я еще сошлись, что вот, я помню, что у Джимба и Сакай тоже были вот такие слова про конфаймент, по-моему, это, да? Я правильно услышал же? Вот. Конфаймент конфаймент. Вот. У них тоже есть слова, может быть, действительно, если по этому вопросу, может, тоже стоит в ту же статью посмотреть. Вот. Еще какие-то вопросы? Ну, ладно, хорошо, спасибо. Да, Андрей, вот сейчас вот мы выбрали как бы специальную динамику, порожденную оператором вот этим T, да? Да. А можно, а можно ли было выбрать там другой T и смотреть, что получается? Просто, ну, как бы этот T не выглядит как-то канонически, что ли, или как-то естественно получающимся. Выглядит, будто бы кто-то угадал что-то невероятно страшное, но хорошее. Ну, да, но в каком-то смысле, то есть, с одной стороны, да, но с другой стороны нужно еще понимать, что у нас есть вот, допустим, у нас есть, например, какая-нибудь, ну, вот здесь там, вот эта трансляция, вот трансляция, она, как уже говорилось, задается весом, да? Лямбда из вот здесь. И по идее, если мы начнем каким-нибудь, ну, любой другой, насколько я понимаю, другие веса можно получать, просто сопрягая вот эту, другие трансляции можно получить, просто сопрягая данную. То есть, мы можем, ну, как, то есть, у нас любой другой поток, он отличается на сопряжении, вот, насколько я это понимаю. А, я, я, наверное, понял, нам как бы принципиально важно, чтобы по вот этим А у нас была вот такая Q-трансляция, да? Ну, ну, да, да, то есть, в общем-то, то, что, то, что, то, что есть такая Q-трансляция, это и выделяет вот эту подгруппу, скажем так. То есть, не знаю, насколько тут это хорошо говорить, но давайте я уже скажу, что вот как вообще пишется трансляция корня на вес? Вот, как я понимаю, это мы берем альфа, вычитаем лямбду на альфа, а вот здесь вот такой дельта. Дельта – это такой мнимый корень, который всему ортогонален. И, как бы, почему эта трансляция получается, казалось бы, мы вот какую-то штуковину добавили, почему, если мы там t лямбда штрих подействуем на t лямбда на альфа, вот, у нас получится все хорошо, ну, потому что это будет, потому что, на самом деле, лямбда лежит именно в весах, которые не в афинных, то есть, лямбда от дельта – это ноль. Сейчас. я понял, да, вот этот элемент t, он как бы берется именно из трансляции в афинные группы Вели, да? Да, 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 то есть, тут как бы вот, вот этот вот логарифм q – это аналог дельты, вот, насколько я вижу. То есть, у нас как бы, с одной стороны, дельта – это же линейная комбинация корней, вроде бы, но с другой стороны, дельта при отражениях, она не преобразуется, и это нам позволяет вот устроить такую трансляцию. Вот здесь ровно то же самое и происходит. Ну да, 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 спасибо. Я вроде понял, в чем смысл. Меня просто смутила вот эта ужаснейшая формула для t, я думал, как бы, что это, в основном говоря, самое первое определение. Надо думать, что мы берем вот эту трансляционную часть эфинной группы Вели, да? Ну да, ну то есть, на самом деле, да, из каких соображений можно было бы ее писать, вот, то есть мы подбираем вот уже вот здесь какую-то трансляцию, а потом ее расписываем через простые корни, ой, простые отражения. Ну вот, она такая длинная, я так понимаю, потому что, потому что через простые отражения сложно записать произвольные отражения. Ну, ну, в общем, да. Например. В общем, да, мне вроде стало понятно. Да, большое спасибо, да, теперь вроде сильно лучше даже. Ну, хорошо. Так, сейчас сколько у нас осталось времени? Ну, давайте я попробую как-то, наверное, совсем вкратце рассказать про квантование вот здесь обзорно, если вопросов больше нету. Так, вот, значит, вот подробности можно, например, почитать. Вы можете и не кратко, можете начать, а потом... Ну, на следующий раз я, ну, уже не готов материала набирать у меня просто, ну, то есть, просто уже не успею, а на доклад этого не потянет, то есть, это нехорошо будет, мне кажется. То есть, это... Давайте лучше уж бегом попробуем. вот, значит, предлагается, что сделать? Мы перейдем от функций к... Ну, не знаю, я их буду также игрикрытами обозначать. Вот это было функции, стало просто элементами алгебры с такими порождающими соотношениями. Да, то есть, у нас снова такого же рода кластерная система, то есть, строится по графу. Вот. Ну, мотивацию к этому я не очень хорошо, наверное, наверное, даже не скажу, вот, но она, насколько известно, откуда-то все же идет, и это работа Фокла Гончарова. К сожалению, я, например, их читать пока не могу. Там очень все такая высокая алгебра для меня. Вот. Но если кто-то хочет искать мотивацию, то она, наверное, есть. Вот. Там статья называется «Ти логарифмы» и еще что-то. Ну, в общем, там только одно название со словом «Ти логарифмы», так что вот. Интересующиеся найдут. Кажется, что это очень естественное обопление алгарифмически постоянной скобки, которая до этого была. Ну, да. То есть, это нечто естественное, но я не могу сказать, почему. Это как, я не знаю, скобку полусона к уровню единицы заменить на, значит, коммутатор оператора ПС к уровню аж бар. Фактически здесь то же самое написано. Вот. Ну, сразу хочется, глядя на эту скобку, еще сделать такое замечание, что если мы перепишем это в терминах присоединенного действия, то у нас получится что? У нас y и t на y ж и t на y и t в минус 1, это просто действие вот такой штуки. Вот. Но поскольку присоединенное действие это гомоморфизм, в общем, нетрудно поверить, что по крайней мере что для любой функции все будет работать очень похоже. Ну, для любой, скажем, рациональной функции это можно непосредственно проверить, а там, если работать в формальных рядах, то сложно поверить, что вот, сходя из того, что для полиномов верно это и последует. Вот. Дальше. Значит, теперь есть такое предложение, проверку которого я хотел сделать на одном примере, но сейчас я его вообще не буду проверять. Значит, что если мы возьмем вот такое правило для мутации, для квантования, для деформации мутации, скажем так, дальше. И прикрытая степень и в общем почти то же самое. Ой. Смотрите. Не до конца нажал. Только модуль. Это все в минус первое. И это меньше нуля. Вот. Это же двойка. Вот. Вот утверждение, что если мы возьмем такую деформацию для мутации, то мюжитое это снова инволюция, но слова плоссонового отображения заменяются на слово гомоморфизм. То есть сохраняет коммутационные соотношения. Вот. Проверка, ну, в общем, точно так же, как мы проверяли для плоссоновых отображений, например, можно делать на примерах. То есть взять там, перебрать возможные положения Y и YK по отношению к YG. Вот. Часть там, большая часть там будет сразу очень простая и все будет ясно. и для там правила замыкания циклов и переворачивания стрелок получится аналогично. Вот. Я, к сожалению, сейчас у меня нет времени, чтобы это на примере показывать, но вот один пример показан в том, что в файле, который я скинул, там это пример для случая, когда у нас Y и YK, это чтобы те, кто будут читать потом, может, или сейчас, связаны, но обе стрелки одинаковые, то есть, что здесь новых ребер не возникнет и не убавится. Вот. Хорошо. Значит, сейчас 12 минут, ну, можно. Значит, да, теперь замечания. Сейчас, может, все-таки надо обсудить вопросы какие-то про, по крайней мере, про то, какие формулы тут написаны. есть или, то есть, понятно ли это, все, что тут написано, то есть, там, значки типа присоединенные представления и так далее, это все, наверное, понятно. Мне вроде общая логика того, что происходит, понятно. Формулы, ну, они понятны, но пока что кажется чуть-чуть сложной, ну, нужно просто, наверное, пару вычислений с ними самому провести и все станет на 7 места. Ну, я еще такую вещь хочу заметить, да, я вспомнил, что, ой, я очень сильно извиняюсь, вот тут минус 1. Это важно, на самом деле. Простите, пожалуйста. Значит, что если мы положим в этих формулах p равно 1, в формуле для мутации, то есть, не в этих, а в формуле для мутации мы положим p равно 1, у нас получится старая мутация, потому что при ε и g больше нуля у нас все свернется в 1 плюс y g в степени сигнум, который единичка в степени ε и g как раз. А, вот это я не прав тут. Вот в чем я не прав, что тут надо написать, что следующее это 1 плюс p куб. Это может в заблуждение вводить. Вот, тут аналогично. То есть, что тут будет ε и g скобок таких. Вот, то есть, теперь точно видно, что мы каждый раз скачем на 2 и скачем от единички до 2 ε и g минус 1. И на самом деле тут ε и g скобок. То есть, если мы положим p равно 1, здесь получится ровно формула для мутации старая. Я еще хотел сказать, как эти формулы запомните или чуть красивее написать. Можно извлечь из у китова корень степени модуль ε и g и тогда там будет только 2 сомножителя. y и g и вот это 1 плюс p y g. Давайте я напишу, что Павел говорит. То есть, я так понимаю, p y g в степени сигнум и все. правильно, да? Ну, там еще один сигнум, потому что у нас есть степень этой скобки тоже меняются. Да, вот так. Вот, можно так запоминать. Вот, но там есть некоторая тонкость, наверное, как коммутируют корни, да? То есть, ну, ну, наверное, так запоминать, это может проще будет. Ну, это вроде просто, когда мы начинаем это возводить в большую степень и пропаскивать одно через другое, вот эти все степени проваладят. ну, ну, но, ну, как, например, y, и, то в степени там какой-то дробный пронести через y, то есть, вот этими соотношениями я немножко не понял, например, то есть, я видел эту формулу, но немножко не понял, как регулируется, то есть, там же можно, ну, не знаю, в общем, если мы какую-то переменную возводим в степень, допустим, в целую, то этот коэффициент, который в красновой соотношении с 3 возведется в ту же самую степень, но это точно так же на дробной степени можно распространить. Не, ну, да, в принципе. Ну, да, ну, то есть, можно написать вроде бы. как переставлять корни. Хорошо. Хорошо, спасибо. Тогда, так, еще какие-то вопросы или комментарии, собственно, как это понять, может быть. Ну, хорошо, тогда я сейчас сколько там времени осталось? А, нормально, в принципе. Вот, и такое замечание я хотел еще сделать. что у нас монумиальные, ну, функции Казимира вида монумов, они сохраняются. Ну, в смысле, что переходят в элементы центра алгебры. вот, ну, это вроде довольно легко видно за счет того, что когда мы будем такой маном коммутировать, у нас вылезет P в степени минус 2 в степени суммы там, эпсионов, которые там, эпсион, ну, по входящим, по входящим игрекам, скажем так. я не буду писать уже, но, ну, будем считать, что упражнение. Вот, но, например, что забавно, ну, хотя ладно, что там Y1, Y2 минус Y2, Y1, оно как бы очевидно было Казимиром до квантования, но после квантования оно как бы может не быть уже, потому что было нулем, а стало не нулем. Но это к тому, что это именно для мономов такое замечание работает. Вот, хорошо, теперь давайте рассмотрим, наверное, единственное, что мы успеем, такой пример. Это квантование знакомой нам по прошлому разу системы А7,1 штрих. Вот, она отвечала финно-релятивистской тоди с двумя частицами. Вот, теперь мы снова берем какие-то элементы Казимира. Вот, я замечу, что тут чуть-чуть переставляются Y для удобства. Вот, ну то есть Y1, Y3, Y2, Y4, исходя из того, что у нас, вот, давайте я дорисую колчан, какой у нас там был. У меня под рукой нет, поэтому быстренько. Совсем накидаю. Вот, ну, там цифры можно расставить. Вот, что, исходя из, например, того же предложения, о котором я говорил, у нас каждый из этих манов это функция Казимира. Вторая функция, которую предлагается взять, это Y1, Y3. Ну, это очень похоже на то, что у нас там было Y2 в минус 1, Y4 в минус 1, но примерно то же самое. Вот, ну, и тут предлагается взять чуть-чуть другой выбор для, как бы, некоммутирующих переменных. это F равно Y2 и G равно Y1. Вот. Ну, опять же, упражнение, по-видимому, в скобочках или прочитать. я написал проверку в презентации, которую выслал, это что Z при преобразовании T, которая, да, квантуется буква T, наверное, надо все-таки написать. Вот, то есть, давайте, что было до квантования. Сейчас, я, возможно, сейчас не страшно, никто не против, я, может быть, минут на пять задержусь максимум. Вот, я постараюсь очень компактно. Вот. Я думаю, что никто не против. Да, да. Хорошо, спасибо. Так, вот у нас было до квантования, это Y-ки еще были функциями. Вот такое вот преобразование. Это можно, например, из предыдущей презентации или это, да, T у нас было произведением мутации. Значит, у нас была, по-моему, ну, кто? Мю-3, мю-1 и еще две перестановки, вот, которые я, к сожалению, а, ну, вот, нет, извините, успеваться начал. Мю-1, мю-3, а здесь у нас 1,2 и 3,4. Меняются местами, 3,4. Так, ну, ладно, красиво получилось, но, вот, это у нас симметрия из А7-1, которая у нас была генератором, собственно, нашего потока. Ну, в смысле, потока. Вот. И у нас, соответственно, до квантования написалось так. А4 на квадрате квадрате у3 минус 1. Вот. И есть буква Т, значит, которая получилась после квантования. Вот. ну и да, y1 и y3, вот почему сейчас будет, сейчас я напишу ниже еще, потому что плохо. Сейчас. Почему я сейчас буду писать дробь с y1 и y3, не заботьтесь о порядке, потому что они коммутируют. Вот. Это надо держать в голове. p y3. Вот. Это я пишу деформацию, которую, во-первых, несложно проверить, а во-вторых, можно еще и поверить, потому что у нас в действительности все наши мутации, они отличаются на то, что мы заменяем как бы просто беном на такой кубином. вот. И аналогично здесь. А, на самом деле не просто аналогично, наверное, точно так же, только циферки поменять местами. Извините. Так. 1, 1, тут 3, тут 3. Вот. Значит, вот упражнение это то, что перейти к переменным f, g, z и q и записать следующее, что после квантования, в этом есть действительно некоторая, например, нетривиальная проверка, вот я очень рекомендую хотя бы прочитать, вот, но она, как и проверка для мутации, там просто несколько громоздок. Значит, можно после этого написать, куда переходят f и g при букве t. Вот. Ну, поскольку у нас, например, что такое g? g это то, что f легко видеть, это y2, оно перейдет в y1 в минус 1, то есть это g в минус 1. g перейдет уже в более сложную вещь, это у нас что? Это y1, то есть это вот эта вот комбинация, в которой надо y3 и y1, пользуясь тем, что z это y1 на y3, выразить через g и z. Ну, то есть y3 надо выразить через g и z, поделив. Вот. Если мы эту дробь перепишем, что у нас получится? y2 заменится на f, это понятно. p, сразу напишу приведенное выражение, то есть мы там еще там множили на что-то. Да, надо понимать, что, ой, это я рано так начал писать, что g и f не коммутируют. Вот. Это как бы, что, например, что у нас g на f, это что такое? это p в степени минус 2 epsilon, кто? epsilon 1,2, то есть 2, то есть p в минус 4, f на g. Вот. Значит, g плюс p z, g плюс p в кубе z, так, и g плюс p, и g плюс p в кубе. Вот. Теперь, если мы снова перейдем к задаче на функции, то есть, будем думать про то, что теперь у нас есть такие алгеброзначные функции от z, то у нас получится такая система, что у нас f от q z g в минус 1 от z, ну и аналогично g от q z, это вот это вот выражение, в которое надо дописать аргумент. Я этого уже не буду делать, поскольку времени мало. Вот. Соответственно, аналогично мы можем это дело разрешить. Да, и с того, и так, и написать такую вещь, что g от q z, то есть, тут было f от z, нам надо заменить его на g в минус 1 от q в минус 1 z. И замечу, что нам надо домножать именно слева, поскольку теперь g в разные моменты времени уже может с собой не коммутировать. условно-временно. И вот здесь вот это вот вся скупка. Фух, вот. Значит, вот это вот то, что авторы статьи собственно логично предлагают назвать квантовым купин леве. Ну, наверное, с каким-то номером, наверное, 3d8. Вот. Или каким-нибудь еще. Или a7.1. Вот. Соответственно, это я обведу в рамочку, но сначала я еще хочу добавить, что надо про это думать, что еще у нас есть на самом деле коммутационное соотношение, которое следует из следует из вот этого вот, вот, запишется так. Я его перепишу. То есть, четвертый. Ну, можно поверить, что вот, пользуясь вот этим и вот этим, можно получить соотношение на коммутацию g в разные моменты времени. Вот так. вот. Ну, и собственно, что про это еще последнее, что я хотел бы добавить, это то, что для этого уравнения, ну, я этого не получал, но известно, что есть некоторый тоже непрерывный предел. Вот. Но надо еще оговориться, что для этого надо еще правильно подбирать деформацию p. То есть, при h стремящемся к нулю, там p тоже еще. То есть, все остальное точно так же вроде бы, но надо еще p деформировать как e в степени альфа h. И самое-самое последнее, что если посмотреть и положить p равное 1 вот в этом, в этой скобке, то мы увидим наше старое купен левее а7 а7 1 штрих, которое у нас получалось, то есть, это g плюс z в квадрате на g плюс 1 в квадрате. Фух, ну, я извиняюсь, что так сумбурно, вот, но наверное, это то, что сейчас можно было успеть. Вот я, как и обещал, на 5 минут задержался. Ну и какие-то вопросы может быть. Я довольно быстро, к сожалению, пролетел. Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Так, ну хорошо, и если нет вопросов, я еще скажу, что для интересующихся, вот, я привел еще пример, как деформируется уравнение для случая А3.1, то есть, там тоже, получается, уравнения меняются с вхождением некоторого параметра P, и когда мы кладем P равным единичкой, у нас получается вот, 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 то, что мы писали, вот эта вот штучка. Вот, можно посмотреть вот в презентации. Ну и я тогда завершаю демонстрацию, и, видимо, все. Спасибо за внимание.